Большая часть аппаратного совещания была посвящена муниципальным вопросам. В соответствии с выбранной повесткой заседание прошло в центре Ульяновского района, в Ишеевке. В начале совещания губернатор Сергей Морозов отметил, что в настоящее время в муниципальных образованиях реализуется большое количество проектов, но реализовывать их без учета мнения жителей нельзя. Поэтому глава области объявила открытый отбор общественных активистов в муниципалитетах. Им будет оказываться поддержка. Мы понимаем о том, что нам нужно активно не только их поддерживать, но и, если хотите, может быть, даже из них в определенной степени готовить резерв кадров, управленческих кадров, которые могут прийти в представительную власть, которые могут прийти в исполнительную власть, в которую могут прийти в различные бюджетные или бизнес-учреждения и организации. Отбор станет аналогом федерального конкурса «Лидер России». Губернатор поручил 20 ноября разработать и утвердить положение о проведении конкурса. Сам же отбор будет проводиться с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года. Кроме того, на площадке общественной палаты будут созданы коллеги общественной модерации. Это значит выносить конфликты, которые возникают в обществе среди каких-то общественных социальных сил в досудебном порядке просто на обсуждение, публичное или не публичное, но на площадке общественной палаты. В том числе новый орган займется улучшением взаимодействия со средствами массовой информации. На площадке будут разбираться резонансные материалы. Глава области подчеркнул на аппаратном освещении, что реформа муниципального управления уже началась. С начала нового года ждет много изменений. Заработает Центр управления регионом и появятся институционные центры в администрациях, районах и отраслях экономики. Целями создания этой Центра управления регионом в целых еще хотелось это отметить. Это все-таки повышение удовлетворенности граждан за счет сокращения сроков обработки сообщений граждан, обеспечения контроля за решением проблем граждан и получения ими качественных ответов. Центр будет включать работу на интернет-платформе «Решаем вместе». Она позволит напрямую сообщать чиновникам о проблемах и получать на них действенные ответы. В том числе будет работать мобильное приложение. Но рассчитана платформа не только на критику. Она позволит также выразить благодарность конкретному чиновнику или ведомству. И даже проводить голосование, в частности по вопросам благоустройства и создания комфортной среды. Губернатор подверг острой критике чиновникам, которые не дают вразумительный ответ на поднятые жителям проблемы в соцсетях. Глава области привел пример общения руководства Димитровграда с жителями, которые конструктивным никак не назовешь. Что они потом будут думать о власти? Вот такой, надеюсь, дури у нас меньше будет сейчас в каждом разом. И это сразу же будет отображаться для любого человека. А не только вот так вот, как сейчас пока идет в основном для контроля, для губернатора. Ну, чтобы вот так вот мы с вами покраснев, посмеялись за ту дурость, которую, к сожалению, в наших рядах есть. А тогда будет все ясно. И еще два изменения коснутся работы региональной власти. С 11 января ряду чиновников будет разрешено работать дистанционно. Подобные опыты уже есть в Подмосковье. Такая практика позволит более оперативно находить решение проблем. В коммерческом секторе такая норма уже существует. Уже давно дистанционно трудятся журналисты, сотрудники творческих профессий, журналисты, репректора, дизайнеры, программисты. Очень развито среди них данная форма работы. Вступает в силу концепция бережливого управления в правительстве и органах исполнительной власти. В ближайшее время будет предъявлен стандарт бережливого рабочего места, который будет внедряться в том числе и в органах муниципальной власти. С 11 января значительно расширится спектр услуг, представляемых в МФЦ. Изменения в работе центров начнутся уже в этом году. С 1 декабря 2019 года обмен в рамках предоставления государственных услуг между исполнительными органами власти и правительством для граждан будет проходить исключительно в электронном виде. В завершение аппаратного совещания поговорили о цифровых изменениях в отрасли туризма и модернизации службы занятости. Она должна стать современной структурой, услуги которой должны быть доступны всем гражданам. Егор Титов, Александр Кувершов. Новости Управда ТВ.